Сегодня речь пойдет не о том, что покупать на предстоящую зиму, а наоборот, то, что не покупать. Вот эти вещи просто обходите стороной в магазине, и вы сэкономите деньги, время и нервы. Ну и самооценку, потому что вы не будете смотреть на эти вещи у себя в гардеробе и думать, ну зачем, ну почему. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим про стиль, про Стокгольм и про эстетику повседневности. Меня зовут Юля Бандак, я стилист и живу в Стокгольме, поэтому тема осознанного потребления, минимализма и скандинавского стиля часто проскальзывает на моем канале. Продолжайте смотреть. В этом сезоне очень в моде пледы, то есть одежда, которая похожа на плед, сделана как будто бы из ткани. Это я имею в виду, например, такие юбки, которые выглядят, как будто бы вы на себя накинули огромное одеяло. Или же кардиганы, которые выглядят примерно так же, как будто бы вы накинули на себя большое пончо, или же огромный плед клечатый. Все это, конечно, на подиуме смотрится роскошно, особенно осенью, но в реальной жизни очень-очень непрактично. Потому что к такой юбке вы не сможете подобрать верхнюю одежду, вы не сможете засунуть этот огромный плед-кардиган под верхнюю одежду, опять же, зимой. Я всегда думаю о том, как мы эту вещь будем носить, с чем мы будем носить и будет ли нам при этом комфортно. Так вот, вот эти все пледные истории, они чисто для фотосессий, для подиумов, но не для обычной жизни, где вам нужно просто надеть вещь, которая не будет спорить со всем остальным гардеробом. Поэтому, если вы не живете в избушке, где-нибудь в горах, и не проводите свои дни за чтением книг при свечах, не покупайте пледы, а просто пусть они у вас остаются на диване. Дальше я не советую увлекаться стилем 50-х годов. Сейчас у нас на подиумах снова нью-лук. Диор представил этот концепт в 47-м году, и он все равно периодически возвращается, потому что это классика, потому что многим нравится силуэт нью-лук. И, в принципе, мне тоже. Мне он нравится, и особенно он нравится моему мужу. Один раз он мне даже подарил платье, которое я называю платье Бетти Дрейпер. Знаете, это персонаж из сериала Mad Men, такая домохозяйка, которая всегда при прическе, с сигареткой, в платье домохозяйствует, а муж уехал в офис, в город. Ну, не знаю, конечно же, видит ли меня такой домохозяйкой мой муж, скорее всего, нет. Но для него это просто супер элегантно, и я надеваю это платье раз в год на его день рождения. Могу, кстати, попробовать найти фотку или видео, если мне осталось с прошлого года. Так вот, силуэт нью-лук, да, очень женственно, очень делает нам стрекозиную талию, где надо. Но все остальные элементы стиля 50-х годов часто могут уставлять флёр героини старых фильмов или одежды из бабушкиного сундука. Поэтому вот эти все рукавчики, фонарики, вырезы лодочкой в сочетании с подчеркнутой талией и широкой юбкой – это всё относится к стилю ретро. И в повседневной жизни современные женщины часто выглядят немного неуместно. И если, конечно же, вы хотите одеваться, как героиня старого кино, то вперёд давайте. Я вам советую всё-таки обращать внимание на те вещи, которые будут выглядеть актуально на много-много лет вперёд и не будут носить на себе отпечаток какой-то эпохи. Я всё понимаю, 2000-е вернулись, ностальгия, контур коричневых губ, розовая помада, джинсы на бёдрах. Всё очень классно, девочки, чувствуем себя, будто нам снова 13. Кому-то это на руку, кому-то нет, мне нет. Но есть один тренд, который ворвался на подиумы, и я такая, что? Опять? Это юбка на брюки. Причём юбка и брюки однотонные или одинакового вообще цвета. Честно вам скажу, это тренд не то чтобы однодневка, это тренд получаска. Долго мы это носить не будем. Не нужно сейчас на новогодних скидках накидываться на эти брюко-юбки, юбка-брюки и так далее. Если вам очень хочется побаловаться, поиграться с этим, наденьте просто имеющиеся у вас брюки и подберите по тону юбку. И всё это нужно так или иначе будет обыграть в общем образе. И если вы не модница 80-го левела, то даже и не старайтесь. Потратьте лучше деньги на классные брюки, которые будут делать вашу фигуру вкусненькой, а не пылиться потом в шкафу и говорить вам всем своим видом, да, ты потратила на меня деньги. Ну и что ты теперь со мной будешь делать? Вам это надо? Так, вот это, честно говоря, я не буду покупать, потому что для меня это неподходящая вещь. И возможно многим из вас тоже не совсем подходит. Давайте я вам озвучу и вы, может быть, себя узнаете. Принт горошек. Очень много всего пятнистого вижу сейчас в коллекциях. Есть девушки, которым подходят контрастные, графичные, геометрические принты. Но это не все лица, не все черты выигрывают от близости таких контрастных и чеканных выверенных принтов. И если вы надеваете что-то в горошек и понимаете, что как будто бы плюс 5 лет к паспорту, не думайте, что вам показалось. Не показалось. Это очень коварный принт. В целом этот принт может взрослить. И если вы не чувствуете себя в этом принте дома, то не надо носить горошки. Вот я для себя ничего с этим принтом на предстоящий сезон покупать не буду. Какая бы это ни была классная вещь, какая бы это ни была огромная скидка, и какие бы блогеры на себя это ни надели. Горох это не для меня. А он для вас или нет? Вы подумайте. Кстати, напишите в комментариях, как именно вы чувствуете себя в очень простых геометрических принтах. Полоска, клетка, вот которая, кстати, к пледам относится, которую я описала, и горошек. Посмотрим, сколько у нас тех, кому это идет и нравится, а сколько тех, которые, ну вот как на деду, что-то не то. А вот этот тренд кому-то опять же подойдет, а кому-то нет. Мне не подойдет, поэтому я это покупать не буду. Огромные плечи. То есть это пиджак с мужского плеча или же пальто, которое выглядит, как будто оно с мужского плеча. Выглядит потрясающе современно. Актуально, стильно, умереть об стену, просто удариться или встать. Но лично для меня это не подходит, потому что у меня маленькое лицо. И на фоне этих огромных подплечников, особенно если это какой-то черный пиджак или пальто, я выгляжу очень странно. Обратите внимание, есть ли у вас тоже такой нюанс. И это можно сделать, надев на себя вещь и посмотрев в зеркало в магазине, отойдя от него метра на 4-5. То есть желательно смотреться в большое зеркало, в полный рост. В принципе, займите себе такую привычку, что выходить из раздевалки это просто необходимо, когда вы примеряете одежду. Потому что тогда вы увидите, как эта вещь выглядит на вас на самом деле, а не вот просто по поясу. Вроде ничего. А потом выйдешь и понимаешь, что издалека я еще высокого роста. И в этом черном, гигантском, потрясающе андрогидном оверсайзе и с этими плечами выглядит, как будто у меня вот такое личико. И я такая вся большая и длинная. Мне так не нравится. Кому-то нравится, пусть носит. Еще банты. Давайте вот поговорим серьезно. Девочки, есть определенные вещи, которые невыгодно подчеркивают возрастные изменения. Это разные вырезы, драпировки, рюши. На самом деле очень обширная тема. И вот одна из этих вещей это блузки с бантиком. Вот тут вот. Есть нюанс. Дело в том, что иногда бывает так. Мы видим какую-то вещь на блогерах или на подиумах. Где-то вот она у нас в инфополе мелькает. Например, блузка с огромным бантом. Мы смотрим. Блузка с бантом. Окей, у меня есть такая. Лежит вот уже 5 лет, как раз можно носить. Обратите внимание на то, сколько ткани потрачено на этот бант. Сейчас в тренде конкретно блузки с огромным бантом. Вот чтобы этот бант занимал половину вашего корпуса. И если у вас такой маленький бантик, вот это как раз те блузочки, которые я называю. Ну, блузки для офисного планктона. Это если рубашку вроде бы, ну, но есть у тебя уже. В офис носишь рубашку. Хочется чего-то эдакого. Купишь эту блузочку с бантиком и кажется опять что-то не то. Выглядишь не стильно. Не как будто ты сошла со стороны с Пинтереста. И не понимаешь, ну, вроде бы я все делаю как по трендам, но что-то не получается. Так вот, нюанс именно в том, что блузки с бантами это довольно коварная вещь. И нужно их уметь носить, уметь стилизовать. И желательно во что-то не ультраженственное соединять с какими-то андрогинными вещами. Например, вот этот огромный бант, шелковая блузка и, скажем, кожаная куртка косуха. Или жесткие джинсы. То есть должен быть какой-то контраст и перепад вот этой ультраженственности и маскулинности. Тогда образ еще выглядит классно. Но, как правило, вот эти блузки их носят именно с ультраженственными нарядами. Еще там, не дай боже, вот с этими юбками в 50-х годах. Не надо так и делать, если вы хотите выглядеть молодо, актуально и как будто бы вы держите руку на пульсе времени. Маленькие вот эти бантики. Не надо. Еще хочу вас немножечко предостеречь от кружев. И, кстати, сейчас опять в тренде платья-слипы. То есть это атласные платья с кружевом. То есть они немного похожи на ночнушку. Это тоже приходит-уходит, приходит-уходит. То все ходят с кружевом, то без кружева. Так вот, если вы хотите это платье носить много лет и не думать о том, в тренде оно или нет, берите, чтобы никакого кружева там рядом даже не валялось. Потому что через сезон все будут говорить, о, это что, это уже не модно, это уже не в тренде, а вы вот буквально два раза его надели на какой-нибудь корпоратив и на вечеринку. А если платье лаконичное, просто обычное атласное платье-слип, то вы его сможете носить вообще сто лет, еще и внучкам передать. Вообще, как что-то носить, вы можете почитать на моем телеграм-канале. Например, на прошлой неделе мы обсуждали, как носить уги, которые, оказывается, люди ненавидят. После моего прошлого видео я узнала, что у многих есть вопросики к этой обуви, и я рассказала, как ее вообще сейчас носить, чтобы выглядеть актуально, а как не носить. Поэтому переходите в телегу, подписывайтесь обязательно, не читайте, просто так подписывайтесь. И увидимся там. И если уж мы заговорили о праздничных парадно-выгребных кружевных платьях, то скажу еще, наверное, одну деталь насчет них. Перья. Девушки, перья тоже сейчас будут на вас вылетать из всех углов во всех магазинах. Имейте в виду, что это вещь, которая будет требовать очень тщательного ухода. Вы не сможете никогда в ней не попасть под дождь, не надеть под какой-нибудь пуховик. Вам нужно будет учитывать верхнюю одежду, которую вы будете сочетать с вещами, на которых есть выделка с перьями. Плюс, конечно же, это не тренд навсегда. И он не очень этичный, не очень экологичный. То есть вы понимаете, откуда эти перья взялись, и сколько этих перьев нужно было надрать, чтобы вот это вот все продавать, чтобы мы один раз в этом платье вышли и покрасовались. Я предпочитаю такие платья брать в аренду. Пример, если у вас в городе есть вариант брать в аренду праздничные платья, пожалуйста, воспользуйтесь этим. А если в вашем городе нет такого сервиса, почему бы его не открыть? По-моему, это очень крутая бизнес-идея. Сдавать в аренду вечернее платье, и тогда как раз-таки можно будет покрасоваться иногда и в кружевах, и в перьях, и в стразах, и еще в чем-то. И ни в чем себе не отказывать и не думать потом, что деньги были инвестированы в один вечер, в один выход. И, возможно, эта вещь потом вам вообще никак не послужит, а будет висеть в шкафу. Так что, если есть выбор взять платье в аренду и купить его на один раз, я выбираю взять в аренду. И если вы никогда так не делали, попробуйте. Это просто вызывает привыкание. Потому что такое чувство, как будто у вас гардероб из сотни платьев, а не из одного, которые вы один раз купили, и теперь приходится надевать из раза в раз, потому что оно должно же оно себя отработать. Забыла спросить, а вы на инстаграм на мой подписаны? Если нет, ну что же вы ждете? Вот, пожалуйста, подписывайтесь. У меня там классный сториз, прямые эфиры бывают. Я там намного чаще, чем здесь. И, в принципе, рассказываю не только про стиль, а про свою жизнь, про своих детей, про Стугольм. Выезжаем туда иногда, когда погода хорошая. Ноябрь, да, все дела. Короче, жду вас всех. Подписывайтесь на инсту. И если вы, например, напишите мне в директ слово «уход», то вы получите гайд по уходу за одеждой и обувью. Дарю его всем новым подписчикам. Малиновый закат стекает по стене. В тех ломаных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только ты ничего не знала обо мне.